МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Мир полонопасности". Будьте внимательны, мы постараемся помочь. Здравствуйте, с вами Алексей Мельников, и я расскажу вам, что происходит. Под Ульяновском АК столкнуло в кювет многотонную фуру. От удара выбило переднюю ось, меня понесло. Полтергейст против милиции. Сверхъестественное противостояние в Нижнем Новгороде. Парализованная работа моя, как участкового инспектора от служащего. И почему в Москве сносят детские площадки? Видел вот с балкона, когда мужик какой-то с кувалдой бьет все это дело. Страшная авария в Ульяновской области. Миниатюрная АК лоб в лоб столкнулась с фурой, груженной многотонными тракторами. Два человека погибли на месте. Еще двое в критическом состоянии доставлены в местную больницу. ДТП произошло на трассе Саранск-Ульяновский, далеко от села Арская. Шла колонна автомобиля в сторону Саранска. Из колонны вышла на встречную полосу автомобиль АК. От удара выбило переднюю ось, меня понесло влево в кувет. После столкновения фура выехала на встречку. Задела иномарку и вместе с ней свалилась в кювет. АКУ отбросила на обочину дороги. В результате вот этого столкновения два человека. Это мужчина, который управлял автомобилем АК, по всей вероятности, инвалид. И мальчик, пока личность не установлена 7-8 лет, скончались на месте ДТП. Еще одна пассажирка АКИ, мама погибшего мальчика, доставлена в больницу. Женщина, которая была за рулем иномарки, тоже госпитализирована. Обе пострадавшие находятся в критическом состоянии. В Подмосковье задержаны трое мужчин, которых подозревают в серии автограбежей. По словам оперативников, всего за несколько месяцев их жертвами стали по меньшей мере 10 человек. Нападали на проезжающие машины, как в кино. Обгоняли, прижимали к обочине. Задержали злоумышленников по горящим следам. На 69-м километре Киевского шоссе, на Рафаминского района, в 3 часа ночи, преступники остановили микроавтобус «Мерседес». Угрожая ножом, открыто похитили денежные средства и личное имущество на сумму 354 тысячи рублей. Сотрудникам милиции быстро удалось выйти на след главного подозреваемого. Операцию по задержанию особо опасного рецидивиста провели рано утром. Здравствуйте, милиция. Откройте, пожалуйста, дверь. Задержанного зовут Муртази Тордуа. Мужчина неоднократно судим, но уверяет, все в прошлом. Теперь он честный бизнесмен. С сестрой магазинчиками, цветочки. Правда, вот при обыске в квартире задержанного нашли мобильные телефоны и кредитные карты жертв последних налетов. Вот эта карта у тебя откуда? Не знаю, это карта откуда. По информации следователей, всего в банде автограбителей было 4 человека. Двое из них задержаны вслед за предполагаемым главарем. Еще двоих сейчас разыскивает милиция. Евгений Решетнев специально для Восьмого канала. Полузабытое слово из 90-х. Полтергейст снова на устах у жителей одного из нижегородских домов. Люди уверяют, в их доме творятся странные вещи. О борьбе милиции с потусторонними правонарушителями Галина Крылова. Этот типовой дом мало похож на лавку чудес. Тем не менее, именно здесь поселился барабашка. Большой любитель постучать в стены. Причем либо ночью, либо ранним утром. Житель первого этажа Станислав педантично фиксирует стуки на видеокамеру. Он уверен, под видом таинственного домового скрываются его соседи сверху. Мстят за старые обиды. Соседи, в свою очередь, обвиняют нас, что это мы им стучим и создаем стуки в подъезде. Вы можете убедиться, везде подвесные потолки. Какие действия мы можем производить, создавая шум и деформации, стучав в свой потолок. Ну, я не знаю. А вот и соседи сверху. Они всячески открещиваются от обвинений в свой адрес. Говорят, сами страдают от навязчивого шума. Можно умереть, потому что это все внезапно. Вот только сосредоточиться, сосредоточиться. Как даст, побахнет, так пройдет по тебе, как будто ты электрический ток. Раиса Савельевна даже ведет журнал учета стуков и колебаний. И в свою очередь обвиняет своих соседей сверху. Третий этаж, это точно третий этаж. Участковый уже с десяток раз пытался помирить соседей. Те ни в какую. Почти каждый день кто-нибудь из жителей этого подъезда приносит в милицию очередное заявление. Если подшить все материалы, то получится два тома войны и мир. Этими заявками постоянно парализована работа моя, как участкового инспектора обслуживающего. Михаил решил провести следственный эксперимент. Замерил уровень шума. Теперь пусть суд решает, кто из жильцов на самом деле прикидывается барабашкой. Галина Крылова, Мария Степчукова. Специально для Восьмого канала. Жители района Солнцево на западе столицы ведут борьбу за детскую площадку. Местные власти решили построить на ее месте многоэтажный гараж. Был турник. Там была крусель. Человек на восемь, наверное. Здесь стояли лавочки. Ничего этого больше нет. На месте детской площадки власти решили разбить многоэтажный паркинг. С теми, кто несколько лет водил сюда детей, советоваться не стали. Я просто в один прекрасный момент увидел вот с балкона, когда мужик какой-то с кувалдой бьет все это дело. Все вечера местные жители проводят теперь в пререканиях с охранниками. Больше не с кем. Ни строители, ни подрядчики на стройке пока не появлялись. Да комедия мы охрана. Мы не строители. А где гулять детям? Гараж, по слухам, будет в шесть этажей. Машиноместо, как сказали жильцам, обойдется в 350 тысяч рублей. Но люди говорят, все равно будут ставить машины во дворе из принципа. Все говорят, рожайте, рожайте детей. В итоге даже погулять негде. Здесь же ночью вообще нет никакого покоя. Никакого. А ты сейчас теперь грозите будешь? Борьбу за любимую детскую площадку люди прекращать не собираются. Будут продолжать писать жалобы во все инстанции. И если понадобится, встанут на пути строительной техники. Вера Авдонькина специально для Восьмого канала. Хотя в последние дни жара и пошла на спад, пожары пока не утихают. Горит в Поволжье, на юге России и в центральных областях. Относительным очагом спокойствия остается Москва. Даже о дыме, мучившем горожан больше недели, напоминает лишь легкая дымка. Тем не менее, противопожарные расчеты в столице круглосуточно находятся в полной боевой готовности. Работа прибавилась. Если в обычное время у нас в Москве где-то от 100 до 150 выездов, то сейчас в эти дни до 300 доходит. К счастью, крупных пожаров в эти дни в столице удалось избежать. Правда, с трудом. Если загорелось в центре, успеют ли приехать пожарные вовремя? Это вопрос везения. Переулок забит автомобилями, припаркованными правильно и неправильно. И в случае тревоги, то есть при выезде машины на пожар, соответственно, они будут представлять, по крайней мере, препятствия или мешать движению автотранспорта. Бороться с автомобилями так, чтобы спасатели могли бороться с огнем, решили с помощью ДПС. Теперь у каждой части будет дежурить автоинспектор, чтобы в случае экстренного вызова перекрыть движение и расчистить дорогу пожарному экипажу. Мы рассказываем вам об опасностях нашей жизни, чтобы с вами такого не случилось. Обо всем, что происходит, вы узнаете из наших выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова